Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами играть в Super Mario Bros. И сегодня будем ждать с вами груз. Груз, груз с отличными титановыми балланками. У нас их вот 200 едет. И мы, соответственно, сейчас хотим дождаться, чтобы они сюда прилетели. Мы в прошлой серии отправились за ними в специальный космический корабль. Где он, правда, летит, непонятно. И летит ли он вообще? А не, вон, летит, хорош. Так, значит, сейчас к нам возвращается наш прекрасный космический корабль. Так, ладно, космический корабль у нас сейчас вернется. Это он, конечно, молодец. А нам пока надо понять, что нам необходимо для производства, во-первых, еще космических кораблей. А во-вторых, вот таких вот логистических дронов. Нам нужно и то, и другое. Для того, чтобы дальше себя неплохо чувствовать. Так, для производства космических кораблей на один нам нужны процессоры. На которые нужен гребаный силикон, которого нет. Ну, вернее, он как бы есть, но что-то как-то не очень он есть. Так. Чтобы этот силикон у нас... Так, где корабль-то? Он уже должен приближаться. Вон он. Так. Ну-ка, покажи, что ты будешь делать с этим совсем. Так. А, ну вот сколько может быть кораблей зато. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять. Так, десять кораблей у нас может быть максимум. И они будут по очереди привозить, короче, ресурсы. Сначала один, потом другой. Типа, вот он чушечки принес. Чушечки пошли в работу. Соответственно, он улетел за этим. Ну, это, конечно, понятно. Но это, блин, это не дело. Транзит минус 175. Так, а ребята-то полетели куда? А-а-а. Так, значит, ребята, дроны из другой оперы могут запросить из этой. Я думал, нам таких дронов надо будет еще дополнительно. Они все-таки объединяются все в общую сеть. Это хорошо. Это очень сильно зашибись, что они все объединяются в одну общую сеть. Так, то есть дроны зафрактовали. У нас получается 175 штук, которые они сейчас активно украдут отсюда. Ну, нам надо тогда развить, да, эту дронную систему. Донную. Донную систему нам надо развить конкретно. Ну, первое нам надо 10 космических кораблей. Для того, чтобы обеспечить себя на полную катушку. Так, ну, шо ж, 10 так 10. 10 так 10. Значит, сколько нам надо 10 таких болванок? Так, это у нас есть. Ну, пойдем за силиконом. Для начала пойдем за силиконом. Сейчас будем, короче, искать те ресурсы, каких у нас не хватат. Потом тогда, после этого, решим вопрос с электричеством. Так, силикон, который мы тут активно выплавляем из камня. Так, давайте мы для начала вот это возьмем. Нам нужны вот эти вот болванки. Силиконовые. Так, силиконовые болванки. И нас все равно нихрена не хватает. Потому что что? Потому что не хватает просто обычных медных пластин. А эти у меня есть, кстати говоря. Микросхемы у меня есть, но мало. Так, пойдем сюда тогда. Так, медные пластины. Забираем тогда как-то вот так вот медных пластин. Отсюда забираем тогда... Не отсюда. Отсюда. Забираем тогда еще схем. Так, ну и сколько мы можем таких произвести? 10 штук. Так, нам надо 9. Так, нам надо 9. 9 таких кораблей. Больше, я так понимаю, мы их загрузить не можем. Так, теперь насчет дронов. Чтобы производить дальше дронов, нам надо будет еще металлических пластин. Потому что с дронами, я так понимаю, что их можно сильно побольше иметь в логистической сети. Так, что с дронами? Дронов можно произвести 17 штук. Так, давайте прям красиво, на все бабки прям жахаем. Так, будем производить по одной штуке, пока силикон не закончится. Так, это у нас есть такая фигня. Там дальше нам надо будет что-то делать с силиконом. То есть, мы, допустим, привезли силикон. Нам тогда надо будет что-то начать перерабатывать. Вопрос, кстати, где? То есть, нам тогда вот это вот производство, которое здесь с силиконом, будет, в принципе, не очень сильно нужно. Потому что здесь мы воруем камень. Нахрен не надо это будет делать. И тогда, не знаю даже. Так, ладно, пойдем для начала. Мы запустим сюда дополнительно кораблики. Дополнительно кораблики. Потом у нас будет стабильное производство желтых кубов. И тогда мы сможем уже стабильно делать все, что захотим. Так, Max Charging Power. Я тебя, короче, заряжаю нахрен все. 300 мегаватт тебе. Можешь прям все на себя тратить. Хотя, наверное, это и херовая мысль. Нет, пусть оставим пока так. Ты что-то, я размахался. Так, подожди. Ты мне привез уже силикон. Уйду, молодец. Так, что-то он быстро мутанулся. Быстрее, чем в прошлый раз. Так, что у нас здесь происходит? Так, здесь у нас происходит... Ладно, пока у нас здесь происходит производство. Давайте-ка мы посмотрим. Тогда, не отходя от кассы. Что у нас происходит по компонентам с именно силиконом сделанным? Значит, вот у нас есть силикон. Значит, нам надо сделать процессор. Автоматизировать процессор нам нужно. Чтобы автоматизировать процессор, нам нужен силикон высокой очистки. Который производится у нас в... Да, он нужен вообще для всего. Для рей-ресиверов, для солнечных панелей, для кристаллического силикона. Вообще, что только из него не делается. Значит, из этого силикона. Ну, хорошо, ладно. Силикон мы возим. Силикон высокой очистки. Выгоднее, конечно, возить силикон высокой очистки. Ну, хрен с ним. Мы лучше сделаем побольше кораблей. Пусть он здесь очищается. Так, значит, он у нас плавится в Smelting Factory. Smelting Factory у нас плавится. Ну, давайте посмотрим, где мы можем его подпихнуть. Этот силикон высокой очистки. Ну, здесь вот нормальное место, чтобы его расположить. Smelting, Smelting Factory. Так, у меня есть хоть один Smelting Factory? Он сам по себе является хранилищем на 10 тысяч, поэтому дополнительное хранилище нам, в принципе, не очень сильно надо. Так, а Smelting Factory у меня нету пока, да? Так, Smelting Factory у меня нет. Мы потом себе 10 Smelting Factory произведем. Но для начала Smelting Factory у меня нихрена нету. Так, где еще территория нифига неровная? Ну, нам надо сделать вот этот силикон высокой очистки, чтобы его было до жопы. А знаете, мы, наверное, для чего будем использовать? Мы, наверное, этот силикон... Или, подожди. А дальнейший что силикон делается? Так, ну-ка, стоять. Вот у нас силикон. Он у нас идет сюда. Из него у нас делаются, соответственно, вот эти штуки в Семенью. Мы будем его мешать. Либо мы будем, соответственно, делать кристаллические, с которыми в итоге делаются аккумуляторы. Угу. Так. Еще вот такие вот штуки у нас тут есть. Да, какие-то волшебные кристаллы, которых у нас пока еще нету. Так, ладно. Что у нас с производством? Давайте смотреть. Ну, я думаю, что мы можем потихонечку начать запихивать сюда корабли. Так. Корабли потихоньку полетели. Странно, почему они полетели в разные стороны. Ну, ладно, кораблям виднее, наверное. Так, теперь по плюс 400 везет каждому. То есть каждый корабль типа по очереди. Ну, это хорошо. Это значит ресурсов у нас будет дофигища. Это значит ресурсов у нас будет дофигища. А дофигища ресурсов это выгодно. Так, что у нас дальше происходит с производством? Нам осталось произвести еще несколько кораблей буквально. Да, все упирается опять же в гадский силикон, из которого делаются гадские штуки. Короче, надо процессор автоматизировать, и тогда я смогу клепать это вообще как это. Как бог просто смогу клепать. Так, ну, чтобы клепать это как бог. А мне, кстати говоря, можно вот эти вот ассамбленные машины уже делать помощнее. И мне нужны смелтеры, наверное, помощнее тоже. Пойдемте-ка мы пока у нас производится, покопаемся. Теперь мы можем спокойно все это дело исследовать. Желтые кубы у нас в достатке представлены. Так, вот у нас есть межзвездная power transmission. То есть мы можем перемещать... Что там? То есть мы можем сделать глобальную... Можем сделать планету, на которой будут солнечные панели, и, короче, и активное солнце высокое, и с нее все транспортировать, например. Так, это у нас легковесные структуры, которые пока я не понял, зачем нужны. Так, меня интересует что-нибудь по выплавке, например. Это что такое? А, это еще одна штука по передаче энергии. На расстоянии. Так, ну, допустим. Что у нас, давайте здесь. Планетарии и ионосфер утилизации. Так, это я понял. Ну, это дальше мы не пройдем. Где-то у меня такое ощущение, что я ничего особо исследовать-то не могу. Мини-фьюжн-генератор. Так, вот я смогу какой-то мини-пауэр-стейшн какой-то сделать, который будет делать непонятно что. Так, какие-то кашемировые кристаллы. Коллайдер можно будет сделать. Так, коллайдер, кристаллы. Вроде как и всего много, а через это мне нужно вообще непонятно. Такое ощущение, что ничего. То есть мне, чтобы дальше продвигаться, нужны, блин, желтые и зеленые кубы. А где их взять? Их вообще где-то, кстати, можно взять? Ну-ка, информационным. А, вот он, анлок фиолетовые кубы. Так, чтобы анлочить фиолетовые кубы, нам надо пройти через вот эту фигню, где мы что-то будем опять действовать силиконом. Значит, с каких-то хреней мы можем сделать какую-то другую хрень. И у нас появится оптовое окно, судя по всему. Ладно, давайте начнем с чего-нибудь. Давайте вот это вот у нас пока пусть хешится. Потом дальше посмотрим. Так, теперь у нас материалы высокой прочности есть. Из красных кубов и чего-то еще. Что из этого делать, опять же, не ясно. Так, материалы высокой прочности и прочая всякая другая хрень. Если мы какие-то классные месторождения сможем хреначить, ну, 1200 желтых кубов, это мое почтение. Давайте потом мы сделаем Power Transmission. Потом давать легковесные структуры, пусть они будут. А потом какая-то система вертикального запуска. Так, и теперь пойдем посмотрим, знаете куда? Посмотрим на апгрейды. Так, Universe Exploration не можем сделать. Можем сделать себе усиление ядра. Можем сделать себе усиление инвентаря. Это мы можем, конечно, сделать, но задолбаешься. Я бы, наверное, потом поставил себе на усиление ядра. Потом, может быть... Нет, Universe Exploration я не могу пока. Очень жаль, кстати говоря. Так, плюс Solar Sail. Так... Минус 10% энергии какой-то там чего-то куда-то. Сортеры третьего уровня могут стакаться. То есть можно будет на второй уровень захреначивать. Так, это у нас логистический двигатель увеличивает дроном... Ага, так. А это увеличивает их вместимость. Вот это, кстати, крутая штука. Так, вот скорость я бы хотел. И вместимость тоже. Все, вот как раз у нас на ближайшее время будет чем заняться. Так, что у нас теперь здесь? По идее у нас тут, да, все производилось как раз, пока мы там занимались исследованиями. Так, запускаем это сюда. Все, 3 из 10. Здесь могут с этот самый харчеваться. Могут здесь, короче говоря, не так, что и много дронов одновременно. Но, скорее всего, их массово может быть еще больше. То есть мы их просто сюда запихиваем в логистическую сеть, а дальше они куда-то там улетают отсюда. Куда хотят причем. Так, 3 из 5 лежат здесь. И они никуда отсюда не хотят лететь, потому что им нет никакого смысла, собственно. Так, ну и у нас до хрена всего едет. У нас до хрена всего едет. В пути у нас 800. Здесь у нас уже 1000 лежит. Так, все прекрасно. Так, теперь давайте смотреть, что у нас происходит с дронами. Сейчас мы доделаем, получается, дронов. Ну и надо конкретно заняться оптимизацией и автоматизацией процессоров. Потому что вручную все это крафтить безумно долго. Процессоров и вот этих вот силиконовых дребедений, наверное, тоже. Хотя они, по-моему, только для процессоров и нужны. Так, ладно, давайте пусть у нас это допроизведется. Там осталось 160 секунд. Буквально 2 минуточки. 2 минуточки подождать. И все у нас будет готово. Так, давайте тут запихнем еще. Так, 6 из 8. Так, в системе у нас теперь дронов дофига. Так, в транзите у нас тут еще есть. Давайте сюда еще запихнем. Там вроде как у нас уже есть. Так, иди сюда. Будешь здесь жить. Так, будешь здесь жить. Кораблики у нас разлетались. Единственное, что они энергии жрут до хрена. У нас вон энергии вообще нет. Надо... Ну, сейчас мы силиконом решим вопрос. И тогда мы сможем сделать классную плантацию, состоящую из вот этого вот. И все это очень здорово туда-сюда передавать. По крайней мере, у меня есть такой замысел. Так, сколько там дронов осталось еще? Так, ладно, дрон пока давайте мы сделаем. Потому что мне надо заняться все-таки чем-то более полезным. Чтобы заняться чем-то более полезным, мне нужны, соответственно, будут плавилки. И мне нужны будут сборочные автоматы. И, кстати говоря, можно даже вот таких вот пока подкрафтить. В сборочных автоматах, которые повеселее чуть-чуть. И потом у нас опять закончатся эти. Так, ну давайте начнем. Значит, если у нас вот там вот будет добываться силикон, мы этот самый силикон можем где-нибудь вот здесь вот начать перерабатывать. Я думаю, что мы можем такое сделать. Так, давайте мы это и сделаем. Так, ну типа, например, вот здесь вот. Мы начнем перерабатывать этот самый силикон. Будем делать из него... Так, вот такой вот High Purity силикон мы будем из него делать. High Purity так High Purity. Значит, пусть он у нас вот оттуда заходит. Так, пусть он вот здесь вот у нас потом назад возвращается. Здесь у нас будет находиться тогда контейнер, который мы будем назад загружать. Этот самый High Purity силикон, который у нас в итоге получился. Так, отсюда у нас пойдет. Отсюда он, значит, типа будет выгружаться. Так, что у нас с трансмиссионом? Так, трансмиссион давайте тоже сделаем побольше. Так, сюда мы тогда можем прям напрямую поставить фигню. И сюда можем поставить фигню. И, правда, ни хрена не будет хватать сейчас, но скоро мы этот вопрос решим. Так, теперь отсюда. Давайте мы вот из этой из дальней, наверное, вытащим. Так, вытащим из дальней. Что-то как-то он, по-моему, все равно криво сделал. Ну, ладно. Так, а выводить-то у нас будешь, знаешь, что? Это у нас будет силикон. Так, наконец-то у нас силикончик поехал. Энергии только не шиша нет, но силикончик поехал. Так, и силикончиком, судя по всему, может быть, кстати говоря, мы этот силикончик еще вот сюда запихнем. Уже хайп юрити который. А еще и кристаллы нам надо будет сделать. Мне кажется, вот здесь сюда прям надо будет фундаментов сейчас понаставить. Для того, чтобы решить этот вопрос. Ну, ладно, что, давайте пока суть доделаем. Давайте мы тогда порешаем вот такую вот штуку. Делается он медленно. Поэтому мы сейчас прям конкретно захреначим сюда. Такую вот вещь. Вот такую вот вещь. Все равно, в любом случае, это сейчас заработает. Рано или поздно. Лучше, конечно, шепрано, но, может быть, даже заработает и поздно. Так, и отсюда тогда мы будем, соответственно, выгружать, выгружать. Выгружать, выгружать, выгружать и выгружать. Сюда мы будем загружать. Загружать, 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 загружать и загружать. Так, еще мне таких штук надо будет пока сделать как раз. Пока мы сегодня ничем не занимаемся. Наконец-то у нас этого силикона будет до хрена. Так, хорошо. Значит, давайте мы от радости еще вот так вот прям сделаем. Хочу, чтобы силикона здесь было прям хоть жопой жуй. Чтобы прям в любой момент дня и ночи приходишь, а здесь силиконом все завалено. Так, эта фигня у нас теперь активно сжирает все. Ну, вопрос с электричеством мы будем решать, как силикон будет. Потому что он нам необходим для дальнейших вещей. Так, а нужен ли нам для производства процессоров, кстати говоря, силикон? А что нам нужно, кстати говоря, задождите, еще на аккумулятор я забыл. На аккумулятор нам, помимо силикона кристаллического, нужны еще такие вот вещи. Которые я, кстати говоря, по-моему, тоже не делал. Ладно, давайте для начала все-таки займемся процессорами, наверное. Процессорами. Так, нам потом надо будет, для того, чтобы это сделать, сделать вот такие вот компоненты. То есть нам надо будет вот этот силикон объединить с медью. Которую мы, в общем-то, отсюда и забираем. Медь. Ёж твою медь. Так, а чтобы наделать фундаментов, что нам надо? Я хочу вот здесь вот наделать фундаментов. Так, 18 штук. Давайте наделаем 18 фундаментов. Так, я хочу, типа, вот это вот, допустим, подровнять. Не нужна мне здесь вода? Не нужен мне берег. Турецкий. И Африка мне не нужна. Так, значит, отсюда мы тогда заберем ленту. Так, сейчас мы вот так вот будем делать. Так, будем делать гиперлокализированное производство. Так, отсюда мы заберем ленту, с которой у нас будет находиться вот эта штука. Еще туда должен будет прийти медный слиток, который мы непосредственно будем забирать здесь, чтобы у нас всегда он был. Медь-то на каких-нибудь планетах мы всегда найдем, я думаю. Значит, тогда у нас здесь должен будет пойти еще одна линия. А после этого... Так, с чем там делается-то? Где, вернее, он там делается? Он делается у нас в ассемблере. У нас есть как раз ассемблер могучий. Вот такой. Так, вот такой могучий ассемблер. В этом могучем ассемблере мы будем делать и так. Вот такие вот вещи. Так, чтобы их оттуда делать, нам надо будет в него подгрузить раз, в него надо будет подгрузить два. Которые надо будет сначала отсюда выгрузить. Так, здесь у нас пойдет одна штука, там пойдет другая штука. Соответственно, сколько бы она места у нас не заняла, мы будем возвращаться потом опять же назад. И теперь мне нужно будет еще фундаменты для того, чтобы здесь подвыровняться. Для этого мне нужны будут балки и камень. Ну что ж, пойдем мы и за тем, и за другим. Так, у меня тут есть склад балок, которые вообще ни для чего не используются пока. Так, возьмем отсюда прям по-хорошему балок. Отсюда прям возьмем по-царски камни. Так, ну теперь попробуем сделать из этого фундаментов. Так, прям, опять же, по-жесткому сделаем. Будем поравнять себе площадку нормально. Так, будут силиконовые компоненты, силикон и всякие другие вещи, значит у нас будет все повеселее. Так, теперь давайте мы... Так, подровняемся вот эту территорию. Не подровняем. Так, ладно, сейчас фундаменты будут, тогда подровняем. Так, и засыпем это озеро. Надеюсь, что это озеро мне не пригодится в ближайшее время. Так, сколько я могу их еще сделать? Я думаю, что мне еще пригодится. Так, давайте сразу закажем. Так, давайте сразу закажем. Значит, здесь мы будем поставить еще один сторож. Так, сейчас мы себе все распланируем. Всю линию, которая будет производить нам все эти силиконовые компоненты. Так, еще один сторож, к которому они дальше пойдут. Здесь нам надо будет еще электрику. Так, нам надо будет еще электрику, которой у нас ни хрена нету. Так, и соответственно... Так, что там дальше из компонентов делается? Дальше компоненты у нас идут уже непосредственно процессоры, где мы должны их с платами будем жахнуть. Так. Тогда я вот здесь вот делал немножко неправильно. Значит, нам надо будет переставить эту фигню вбок. Вот эту вот ерунду отсюда убрать. Сюда тогда сделать фундаментную поддержку. Так, где она там есть. Вот она. Так, сделать сюда фундаментную поддержку. Так, все здесь у нас выравнивается. Теперь нам надо будет перетянуть вот эту вот линию вот сюда. Так, вот эту линию перетянуть сюда. Вот эту вот линию давайте пока уберем. Так, сюда мы ставим силикон. А вот на эту линию у нас сейчас пойдет переплавка меди. Вопрос только, где мы конкретно будем ее переплавлять. Нам надо получить локальные куски меди, которые мы запихнем дальше вот сюда. Так. И нам надо, наверное, будет их еще складировать где-то. Давайте сделаем из расчета складирования. Значит, здесь у нас будет эта медь храниться. Дальше эта медь у нас пойдет вот сюда. Я думаю, что если мы сделаем просто так вот ресортера, ее всегда будет до хрена. Этой меди. Но она сначала должна будет сюда зайти. Так, делаться она у нас будет, соответственно, в смелтере. Так, вот так вот мы сейчас поставим смелтер. Или куда мы поставим смелтер? Пу-пу-пу-ру-пу-ру-пум. В принципе, сюда мы можем поставить. Так, допустим, поставим сюда смелтер. И здесь мы будем, типа, делать медь. Так. Типа так, только я не то сделал. Так, типа здесь мы будем делать медные пластины. Угу. Ну, логичнее, наверное, будет, если мы медные пластины, которые сделаем, будем загружать вот сюда. Вот отсюда, вернее, загружать. Так, вот мы получили медные пластины. Вот мы загрузили их вовнутрь. Вот мы поставили здесь электрику. Или давайте вот здесь вот поставили. Чтоб ровно было. Так, и вот она у нас работает. Значит, откуда-то вот отсюда у нас тогда должен подходить конвейер. Отсюда у нас должен подходить конвейер с меню. Вот сколько нам таких надо будет? Я, на самом деле, думаю, что много нам таких будет не нужно. Но если что, мы дайте сделаем из расчета, что мы можем его улучшить потом. Так. Нет, мы будем здесь вот это производить. Так, а как это зафиксировать? Так, ну вот, допустим, я это сделал. По-моему, просто нихрена не фиксируется после этого. Или фиксируется? Так, ты фиксируешься после постройки? Ну, ты поймешь... А, да, фиксируется после постройки. Хорошо. Так, значит, ты у нас идешь для ровного счета сюда. Потом, не знаю, будем ли с этими чушками что-то делать, не будем. Лаков и тем. У меня закончились ленты. Этой самой ленты. Охренеть. Так, пойдем за лентами скорее. Пойдем скорее за лентами. Да, с электричеством прям беда. Но мы решим этот вопрос с электричеством. Я надеюсь, по крайней мере. Так, берем отсюда ленты и возвращаемся назад. Так, а что у меня с этим самым? С этим самым у меня тоже не очень хорошо все. Так, мультифьюжн-генератор у нас какой-то исследовался за это время. Пока что. Сколько там накопилось? Ну, вот пластик хоть нормально стал. Наверное, не пластик, а силикон начал нормально копиться. Так. Есть у нас тогда такая вот штуковина. Значит, нужна нам фоундейшн-подступа, эта самая поддержка здесь будет или нужна? Я думаю, что нужна. То есть мы должны будем вот это вот доравнять. Как-то вот так вот. И вот это, наверное, тоже. Так. Ну вот, подравняем себе такую вещь. Так, да. Так. Вещь подравняли. Вещь подравняли. И надо теперь ее будет подключить вот сюда. Где, соответственно, нам надо будет сейчас сделать... Где эта штуковина? Вот она. Значит, отсюда мы типа выгружаем, сюда мы типа загружаем. И типа все у нас хорошо, опять же. Так, таких смелтеров надо будет расставить. Ну, хрен его, наверное, сколько нам их надо будет расставить? Давайте расставим их много. Если что, мы будем отсюда их забирать дополнительно. Так, только что-то я не то сделал, да? Да, что-то я совсем не то сделал. Что-то я сделал вообще не то, потому что нам надо было ее вот сюда же закруглить. Закруглить-то нам ее надо было вот сюда. А не вот сюда. Так, не, ну ладно. Эту штуку тогда теперь надо будет прочищать. Сейчас прочистим. Так, иди тогда сюда. Так, иди тогда туда. Переводись тогда сюда. Так, а он теперь сейчас еще и плавить пойдет. Так, надо теперь сходить будет куда-то вот сюда и все это дело отсюда забрать. Так, забираем. Так, тр-р-р-р. Все, пошла у нас нормально. Нет, не пошла еще. Так, а по какому принципу он будет сейчас это распределять? Сколько он успел туда загрузить? Всему до хрена он успел туда загрузить. Так, дружище, ты сколько успел туда загрузить? Так, все. Вроде все. Так, вроде все. Вроде все. Вроде все. Так, здесь у нас еще осталось два кусочка. Давайте их отсюда заберем, чтобы они мне потом не аукнулись где-нибудь, когда-нибудь. Так, и выставляем, значит, полностью производством. Так, выгружаем, 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 нагружаем и выгружаем. Так, я скоро сдохну. Ну, в смысле, не сдохну, но у меня скоро ядро разъедется. Намертво. Так, надо взять что-нибудь пожать отсюда. Здесь же по-любому есть что пожать питательного. Какие-нибудь штуки питательные, я думаю, что мы здесь найдем. Так. Давайте куда-нибудь сюда, сюда и сюда. Так, все, энергии у нас тут просто нет. Ну, в целом, если она появится, то все будет хорошо. Так, вы тут все пожрали? Да, я тут все пожрали. Вообще ничего не оставили мне. Так, ладно, пойдем тогда за углем скорее. Пока я еще могу летать. Недолго я могу летать. Так, ладно, теперь нам надо будет... На остатках былой роскоши добраться до угля. Биу-биу-биу-биу-биу. Так, добраться до угля. В принципе, здесь не так, что и далеко, в общем-то. Да, с электричеством беда. Надо сделать себе нормальную систему накопления этого электричества, аккумуляторную. И посмотреть, может быть, мы все-таки уже можем и немножечко к сфере Дайсона куда-то прорваться. Это же все-таки энергетический проект. Мы можем оттуда подрезать немножечко электрики. Нет, потому что потребление у меня... Мое почтение, как говорится. Либо слетать на Марс. Там активность очень высокая, солнечная. Расставить туда 10 тысяч миллионов солнечных панелей. И энергию оттуда забирать. Так, ну а что, собственно? Что, собственно, у нас тут происходит? Мы даже 14 таких компонентов уже успели наделать. Пока все работало. Ну, я думаю, что еще, наверное... Давайте сделаем вот так, что ли, я хрен узнаю. Это, правда, все компоненты, все штуки, которые у меня есть, у меня их больше нет. Ну и ладно. Что нам их солить, что ли, в конце концов? Так, и сюда мы, значит, загружаем раз-два. Загружаем раз, загружаем два. Так, все. Значит, силиконовые, электронные, хреновные компоненты. И медь для этого, которая будет бесконечная по факту. Все эти штуки у нас готовы. Вот теперь прям нормально. Теперь тебя люблю. Я прям пошла жара. Сразу. Так, пошла жара. Исследования у нас пойдут, когда будет электрика. Ну, теперь вопрос надо будет решать с электрикой. Значит, следующие серии вопрос с электрикой. Тогда мы с вами и будем решать. Прям надо заняться. Надо заняться прям решением электрического вопроса кардинальным. Потому что без этого у нас дальше дело не пойдет. Давайте пойдем посмотрим. Dyson Sphere Program. Что будет есть туда нажать? Ничего, да? А, нет, будет кое-что. Так, вот есть Rail Ejector. Короче говоря, есть вот такая вот фиговина, которую нам позволяет сделать. А это у нас позволяет, короче говоря, 5 мегаватт генерировать. Эта штука у нас запускает, я так понимаю, на орбиту всякую штуку интересную. Если я правильно понимаю. А вот это у нас принимает назад электричество с нее. То есть, если мы произведем вот такую вот штуку, мы сможем оттуда забирать чего-то. Вопрос только, а что именно мы будем туда отправлять? То есть, нам, чтобы построить, соответственно, сферу Dyson, надо что-то туда закинуть. А что нам надо закинуть туда? Что-то надо будет закинуть. Так, ну нам катастрофически не хватает электричества. У нас все работает там на 30%, грубо говоря. И до того, как мы займемся всякими сферами Dyson и Hrnison, я думаю, что мы все-таки обеспечим себя немножечко солнечными панелями. Прямо вот я хочу обеспечить себя солнечными панелями. А для того, чтобы обеспечить себя солнечными панелями, нам надо будет что? Нам надо будет вот такую фигню. Нам надо будет вот такую фигню. И нам надо будет вот такую фигню. Из которых, кстати говоря, мы будем мешать. Так, ну-ка, погоди-ка, погоди-ка. Так, погоди-ка, погоди-ка. Погоди-ка, погоди-ка. Да, из них же нам, собственно, нужно будет, чтобы замешать потом процессор. Так, ну, в принципе, я думаю, что мы можем тогда запросить сюда эти платы, чтобы далеко конвейер не тянуть, потому что далеко реально надо будет тащить. Так, мы их будем запрашивать сюда, эти платы. И нам останется сделать еще такую же штуку, которая нам эти платы сюда пригонит. Они у нас вон там вот производятся. Я надеюсь, что их будет достаточно для того, чтобы производство у нас здесь заработало. Пу-пу-ру-пу-пу-пу-пу. Да, нам останется, короче, произвести одну такую хрень. А мы можем произвести одну такую хрень? А мы не можем произвести одну такую хрень, потому что у меня нету как раз этих самых плат, по-моему. Плат и силиконовых вот этих вот дребедений. Так, давайте возьмем силиконовое дребедение. А вот теперь мы, кстати говоря, можем ее произвести. Вот и отлично. Ладно, только процессоры надо будет произвести руками. Тогда на сегодня я с вами прощаюсь. В следующей серии мы тогда займемся перемещением всяческого разного, разнообразного внутри нашей планеты, для того, чтобы запустить себе процессоры и, может быть, солнечные панели. Я на базе этих солнечных панелей наделал всякого говна. Спасибо, ребята, за внимание. В следующей серии тогда продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok